О захоронениях священнослужителей и мирян, пострадавших в годы гонений, о святых, просиявших на Саратовской земле, репрессированных горожанах и других известных людях, оказавших большое влияние на жизнь церкви, города и страны, узнали участники экскурсии, которая прошла на Воскресенском кладбище Саратова. Экскурсию проводит председатель Саратовского православно-исторического общества «Возрождение» краевед Евгений Леонидович Лебедев. Общество занимается поиском информации о судьбе репрессированных священнослужителей и мирян, их потомков. Людей, интересующихся историей своей семьи и родного края, становится все больше. И такие экскурсии для них не только источник информации, но и порой стимул для собственных исследований. Для нас память о подвижниках нашей Саратской земли очень важна. Поэтому мы с нашими прихожанами попросили Евгения Леонидовича Лебедева провести для нас эту экскурсию по Воскресенскому кладбищу. И рассказать нам историю саратовского духовенства, историю нашей саратовской епархии на примере тех подвижников, которые жили в этот сложный период, период революции, период закрытия храмов, период гонения на церковь и на верующих. Как они сумели сохранить веру, сумели сохранить действительно церковь. То есть не только просто личную веру, они стремились сохранить веру для своих потомков, то есть для нас. На экскурсию собрались прихожане храма Саратова и Энгельса. Многие из них на подобных экскурсиях уже не в первый раз. Потому что знают, работа историков и крыведов не останавливается ни на один день. Значит, можно будет узнать о новых именах и фактах. Очень хочется узнать все подробно о наших саратовских новомучениках-исповедниках. Очень интересно. Уже в начале года у нас лекции проводит отец Андрей каждое воскресенье. Когда объявили, что сегодня будет экскурсия на Саратовское кладбище, чтобы побывать здесь, посмотреть, еще ближе познакомиться с людьми, которые, конечно, и погибли за веру, и очень близки по духу. Вот. И я даже сегодня работаю, но получилось так, поменялось. И приехала на это кладбище. С большим удовольствием слушаю Евгения Леонидовича. Очень интересно. А перед тем, как начать уборку, мы, значит, в архиве нашли последнюю клировую ведомость монастыря женского. И там в списке всех монахинь, послушниц и всех временно проживающих. Их было 443 души. Вот. И мы все эти списки выписали, перевели в Word и, значит, стали читать. А сейчас идем в список. Ага. Шабнова Елизавета Екатерина Тимофеевна. А в списке есть. А потом мы выяснили, она после ссылки служила последние годы своей жизни в Троицком соборе, когда он открылся в 1942 году. И здесь она похоронена. А здесь лежат три наших самых знаменитых священника. Значит, священник Константин Соловьев – это наш саратовский Серафим Саровский. Вот. Запомните это? Вот. Дальняя там могила, да? Священник Травницкий и священник Черников. Все они служили какое-то время в Троицком соборе. Вот. Удивительные люди. О каждом можно писать книгу. Экскурсанты спешат к могилам двух почитаемых саратовских архиереев – епископа Вениамина Милова и архиепископа Досифея Протопопова. Владыке Вениамину, умершему более полувека назад, люди шли всегда, идут и сегодня. И за духовной поддержкой, и за простой житейской помощью. Рядом с этими захоронениями – могила протеерея Серафима Казновецкого. Не могу не сказать. Серафим Антонович Казновецкий. Из Западной Украины. Там стал священником, там получал образование, там в него стреляли. И чтобы спасти батюшка, его перевели в Саратскую епархию. И он после войны восстанавливал Духсашевский храм. Служил очень немного. Видите, умер всего в 57-м году, да? Или в 52-м году. Правильно? Вот. Представляете, он оставил себе большой след. И вот ему памятник этот восстановили. В завершение экскурсии собравшись заходит в храм в честь Воскресения Христова. Он был возведен здесь совсем недавно, недалеко от места старого кладбищенского храма, разрушенного в 30-м году. Хочется верить, что как возродился этот храм, так и возродятся имена людей, до последнего вздоха, хранивших свою веру и свою историю.